Игорь Петренко подключается к эфиру, чтобы разобраться в этом вопросе. Доктор политических наук, эксперт Олимпийского центра Объединённой Украины. Игорь, здравствуйте, рад вас видеть. Приветствую взаимно. Ну, смотрите, вот Сикорский сказал, да, что давайте сдалека зайдём всё-таки с польских войск. Сказал, что неизвестно, вот, можно, не будут они исключать любых вариантов развития событий. Как вы думаете, сколько здесь, какая доля здесь всё-таки политических заявлений, какая доля военных, реальных, которые могут быть имплюентированы? На самом деле здесь, скажем, все моменты учитываются. Польша, как и другие страны, которые находятся достаточно близко к Российской Федерации, к русскому миру, в том числе и через Беларусь, которая является сателлитом Российской Федерации, они понимают ту угрозу, которую они несут, и они прекрасно понимают, что падение Украины им точно невыгодно, и что они просто будут следующие в очереди. В то же время, да, они не спешат делать прям резких там заявлений, не спешат бросаться на амбразуру, но они тоже дают понять, что в их национальных интересах, их стратегических интересах, интересах в сфере обороны, это действовать на опережение. И, безусловно, поддержка Украины, предоставление помощи в военной сфере, тот же вопрос о необходимости или возможности сбития ракет над Западом нашей страны, это все ложится в сферу интересов непосредственно этих стран. В то же время, они являются членами более широкого альянса, того же НАТО, Европейского Союза, там есть разные страны, кто-то может на это реагировать, кто-то нет, у кого-то возникают вопросы, а как в таком случае нужно будет действовать другим странам, и поэтому ведутся дискуссии. Но в то же время, мы сейчас действительно видим большую эволюцию. В восприятии угроз стороны Российской Федерации это раз, и, во-вторых, в эволюцию степени готовности, на что готовы будут пойти те или иные страны. Вы говорили перед этим по поводу решения Шольца. Опять же, давайте вспомним, что Шольц, он ушел в отказ, говорил, что нет, мы не будем давать разрешение использовать наше вооружение на территории Российской Федерации. Конечно же, Таурусы они нам не дают пока еще. Но в целом, как Шольц заявил, после общения с Эммануэлем Макроном, который сейчас играет достаточно важную роль, он взял на себя лидерство в этом вопросе, и, скажем, его продвигает. Есть, соответственно, Британия, есть Швеция. Безусловно, я думаю, что часть стран Европейского Союза, сейчас там НАТО-Альянса, они ждут того, как будет действовать Соединенные Штаты Америки. И от этого они тоже будут выстраивать свою стратегию. Но то, что дискуссия идет, то, что есть уже четкие заявления отдельных стран, я думаю, что это достаточно большой шаг вперед и большой прогресс. Хорошо. Вот вы упомянули Эммануэля Макрона в том числе, и на эти заявления Путин, если не ошибаюсь, реагировал, он сказал, что в любом случае любой удар по территории, как они называют старой российской территории, они так как-то вот непонятно, как отделяют свои регионы, которые они сами же внесли в Конституцию от других регионов. Но это что-то, наверное, только на Кремлевском можно это понять. Он сказал, что вот, значит, это невозможно будет делать без точных данных западных разведок. Украина здесь при этих ударах фактически участвовать не будет, бла-бла-бла, и значит, все, опять Запад, Запад, Запад это будет организовать. Но он вообще ни слова не сказал о том, что будет нанесено ответный какой-то удар или ядерный удар. Он это умышленно не сделал, потому что понимает, что, скорее всего, так будет, и придется что-то таки делать или опять замолчать. Или это случайно так вышло? Как вы думаете? Путин прекрасно осознает, что не избежать этого решения, что, в принципе, я думаю, будет предоставлено крайне разрешение, что вы можете использовать так вооружение, это абсолютно логично, так, как вы хотите, когда бьете по территории Российской Федерации. Поэтому он делает это заявление с точки зрения напугать Запада, поскольку действительно вот право, он бы сделал отсылку с каким-то тактическим ядерным учением или еще чего-то, а сколько больше к своей внутренней аудитории. То есть ведь у него тоже не все так хорошо с восприятием СВО, хотя, да, там показываются социалистические опросы, когда там поддержка растет, но те же выборы и тот же кейс надежды нам показал, что есть значительная часть общества, которая поддерживает именно антивоенный подход. Вот, поэтому он использует эти заявления с точки зрения того, чтобы еще больше мобилизовать россиян, возможность подготовить к широкой мобилизации, если это понадобится. То есть вы просто говорите, что вот смотрите, я же вам говорил, что мы воюем с Западом, и вот сейчас это как будет использоваться определенное подтверждение. Я думаю, что не говорит он про ядерное оружие, а в первую очередь из-за позиции Китая, который ясно дал понять, что он точно не заинтересован в подобной эскалации и в подобных разговорах. Ну, по крайней мере, пока он точно не имеет какого-то паритета по ядерным вооружениям со странами Запада. И пока все-таки Китай надеется, скажем, выстроить какую-то понятную коммуникацию, какие-то определенные условные красные линии или правила, правила калкурирования. Но пока он пытается это делать, то он настоятельно рекомендует Путину воздерживаться от любых подобных заявлений. Плюс, опять же, что бы было, если бы Путин вспомнил об этом? Мы же помним, как Макрон ему ответил, который сказал, что у нас тоже есть ядерное оружие, и в чем проблема? Мы тоже можем об этом говорить, и мы тоже это можем использовать для своей защиты. Поэтому мне кажется, что заявления Путина, они все-таки в большей степени, в первую очередь, на внутреннюю аудиторию. Ну и, да, попытки зафиксировать какие-то месседжи, которые они потом попытаются разбросать с помощью своей пропаганды, на которую они тратят бешеные деньги, для западных обществ. Ну, смотрите, вот к чему ведут вас ваши лидеры, ну и так далее. Как они, в принципе, это делают. Хотя, опять же, мы должны понимать, что вот эта деэскалационная логика и подход архитектором, который, наверное, был в большей степени господин Салливан, ну, конечно, Брилькина и Саллина, сейчас у них идет определенная приняя, наверное, по этому вопросу. На вот этих вот линий, что вот там не используйте западное оружие и так далее, она в корне не права. Ну, то есть все торгуют оружием, ну, кто может это делать, кто производит. И вряд ли вы потом конечному покупателю уж сильно там указываете, как, где он может его использовать. Ну, или это было бы смешно, когда Соединенные Штаты Америки передают по релизу Советскому Союзу вооружение, и говорят при этом, ну, что вы его вот только на территории Германии не используете. Ну, то есть мы можем много здесь разных аналогий приводить. Плюс это же вопрос эффективности. Когда нам предоставляют вооружение, но нас ограничивают в том, где мы могли бы его использовать, да, допустим, есть сосредоточение войск на территории Российской Федерации, которое готовится к переходу границы с Украиной, да, к атакам и так далее. То есть где лучше нанести удар, где будет это более эффективно, где мы меньше ресурсов используем, да, которые нам поставляют наши партнеры. А в ситуации, когда Российская Федерация, она, ну, скажем, продолжает бить по гражданской инфраструктуре, когда она уничтожает наши, скажем, города, и это тоже же является определенным фактором, который влияет на общество западное. И тоже у всех возникает вопрос, слушайте, вот мы же там предоставляем, даём, а вот почему мы тут ещё ограничиваем, или почему мы не умеем конкретные, скажем, успехи. Плюс ещё один момент, который нужно учитывать, это то, что тоже Европейский Союз, он прекрасно осознаёт угрозу, которую несёт Российская Федерация, и он пытается выработать оптимальный подход, который бы предусматривал повышение цены для Российской Федерации, скажем, любой агрессии, любой потенциальной агрессии. Это касается, в принципе, в целом и НАТО. А это логика, которая движет к тому, чтобы Украина была ещё более эффективна на поле боя. Вот, поэтому тут Путина, скорее всего, прекрасно осознаёт, что это вопрос времени. Только когда условно мы сможем получить разрешение, да, или нам не будут ставить какие-то ограничения в использовании оружия. Они постепенно это осознают, поскольку мы же уже много раз это проходили. То есть в получении и танков, в получении атакамсов, вот ждём в 16-е и так далее. Но я думаю, что такой же процесс будет происходить и с вопросом о том, чтобы бить или не бить по территории Российской Федерации западного оружия. Напомню нашей аудитории, что в Праге состоялся неанонсированный недавно саммит по поставкам снарядов для вооружённых сил Украины. И обсуждали как раз вот эти решения, кто готов разрешить своим оружием наносить удары по военным объектам территории России. И есть оттуда интересное заявление посла Соединённых Штатов Америки при НАТО Джулиан Смит. Что она сказала? Она рассказала в двух словах о том, какие будут решения, возможно, на саммите НАТО в Вашингтоне. В решении саммита будут новые формулировки по Украине относительно её стремления стать членом НАТО. Решения не будут идентичными тому, что звучало в прошлом году на саммите в Вильнюсе. Ну вот как-то совсем так размыто, непонятно. Что вы думаете всё-таки? Нам стоит думать о каких-то сигналах, знаках про НАТО? Или стоит вообще забыть и просто сосредоточиться на поставках вооружения, поставках вооружения? Всё остальное будет разговор и потом. Потому что вот эти формулировки, я даже не знаю, как их обсуждать с точки зрения ценностности. Но давайте всё-таки объясним зрителям, на что здесь обращать внимание. Ну, смотрите, мы должны понимать, что пока в Украине идёт война, об этом говорил президент Зеленский, мы не станем членами Альянса. То есть мы эту позицию зафиксировали, её озвучили, наши партнёры. В то же время мы, конечно же, бы хотели получить приглашение. И не просто приглашение, а иметь какой-то определённый план действий. Вот в тех предложениях, которые были наработаны группой «Расмус» на Ермакран, там есть предложение, что определить время, чьи в вопросе вступления в Альянс Украины, это в 2028 год, и, соответственно, вести подготовку. Будет ли готов Альянс сделать подобные заявления на саммите ближайшему НАТО? Есть сомнения, в то же время есть необходимость в решительных действиях, в решительной поддержке, скажем, Украине. Поэтому, возможно, вот эти формулировки, то, что говорит так заваулированно посол США, здесь больше плюс, лишь и минус. То есть тоже много кто ожидает отпадения более решительного подхода. Возможно, как раз на саммите НАТО будет чётко сформулировать вопрос и по использованию американского оружия на территории Российской Федерации. Скорее всего, стоит ожидать и пакеты помощи для Украины, и, возможно, какую-то более чёткую формулировку или формулу в отношении членства Украины в Альянс. Но будет ли она в виде конкретного приглашения или нет, здесь вопрос, скажем, такой спорного характера. Поскольку для НАТО важно сейчас поддерживать Украину, это правда. Это их интерес. Другой момент — это сохранять единство НАТО, которое они получили с момента вторжения, полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину. То есть до этого в НАТО там ещё больше было разных дискуссий. Сейчас у них больше понимания общности и того, как и куда им стоит двигаться. Это вопрос выделения финансирования. Это вопрос в целом полного оборонного комплекса, в том числе и развития оборонных индустрий, производства соответствующих снарядов, ракет, всего, что необходимо для эффективной обороны их территории. Поэтому по поводу вступления Украины, очевидно, что есть определённые дискуссии. Для определённых стран Альянса это вызов, для некоторых стран это угроза, которые ещё с оглядкой смотрят в сторону Российской Федерации. Поэтому здесь есть точно определённые сложности. И это такое двухстороннее должно быть движение. Но опять же здесь есть вопрос лидерства и для США, и для Байдена, которые, очевидно, ждут, что он его проявит в том числе и на этом саммите. Просто нам нужно понимать, что в среднесрочной перспективе наша главная задача – это вступление в Европейский Союз. Всё-таки НАТО – это тоже наша стратегическая задача, но она, скажем, более в долгосрочной такой перспективе. Сейчас важная для нас – это гарантия безопасности, о которых идётся и в формуле мира. Сейчас мы заключаем договора о предоставлении помощи Украине в сфере безопасности, сотрудничества с отдельными государствами и странами. Это всё тоже ложится в эту копилку, логику. И там же есть чёткие формулировки, что 10 лет до момента вступления Украины в НАТО. Это означает, что те государства, которые подписывают, они уже поддерживают наше строительство и готовы поддержать как предоставление нам приглашения, так и, в принципе, даже членство. Поэтому вся эта работа идёт. И тут нужно понимать, что есть определённые, скажем, нюансы и дискуссии, которые мы постепенно их преодолели. Просто, опять же, на сегодняшний день сотрудничество Украины с НАТО, оно беспрецедентное в нашей истории. То есть мы вышли уже на такой уровень, который очень, скажем, высокий, тесный во всех направлениях и отношениях. И, конечно, наша задача дальше это развивать до того, когда уже будет чёткий консенсус в вопросе нашего вступления, и мы над этим работаем. Будем надеяться, что это случится намного раньше, чем позже. И всё-таки, учитывая ту агрессию россиян, которую они проявили в Харьковской области, это как-то сподвигнет наших союзников понять, что те решения, на которые они не готовы были раньше, нужно к ним быть готовыми сейчас. Игорь, спасибо вам за участие в эфире. Игорь Петренко, доктор политических наук, эксперт аналитического центра «Объединённая Украина» был в нашем эфире. Благодарю. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании.